Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Сергей Трейсер, это новое мое видео, можете мне уже вначале поставить лайк, я буду вам очень-очень благодарен. Несмотря на то, что уже на носу почти зима, сегодня такая яркая погодка, не могу сказать, что сильно тепло, но мы решили, короче, с Ивановичем куда-то выбраться, и у нас в Житомире есть, ну, практически заброшенный старый завод, как-то он назывался, станки-автоматы назывался, короче, здесь различные станки когда-то производились, в общем, мощное такое было предприятие, но, как и многие предприятия, оно сейчас стоит, практически никакого дела к нему никому нету, в общем, вон оно. Если вечером подойти, то на первом этаже видно, как там светится свет, там еще что-то происходит, а вот там выше, вот эти все этажи, оно как бы, ну, никому нафиг не нужно, в общем, сейчас мы попытаемся как-то аккуратно сюда подойти и залезть внутрь. Ну, а спонсор данного видеоролика это мой инстаграм, мой инстаграм, ссылочка в описании. На первый взгляд так и не скажешь, ребята, что здесь что-то работает, но на первом этаже реально иногда светятся окна, здесь поставили какой-то биотуалет. Совсем недавно его еще не было, возможно, здесь какой-то движ начнут делать что-то, застраивать, перестраивать, мы посмотрим со временем. Ну, а мы, короче, подходим уже к залазу, смотрите, окон здесь нету, я думаю, без особого труда мы сейчас попадем внутрь. Еще год назад здесь было все так заколочено, стеклами? Да, поразбивали. Все поразбивали. Иванович здесь просто раньше уже был, это он мне посоветовал это место. Ну что, погнали? Так, это какой-то спортивный зал, походу, был. А зачем на рабочем предприятии спортивный зал? Для отдыха. Для отдыха? В охране раньше была одна бабка, она ходила с палкой и с собаками, вроде ее не видно. Да, вы не видно. Ну что, прыгай. Я как чувствовал, что сейчас что-то произойдет, говорю, ну прыгай. Ладно, я следующий, надеюсь, у меня так не будет. Я здесь еще не был, так что Иванович, делай мне экскурсию, кстати, кто-то звонит. Если там открыто, можно просто подняться сразу в главное здание. Если там закрыто, можно по лестнице. Ладно, пошли посмотрим. Я надеюсь, что везде все открыто. Думаю, что нам ничего ломать не придется. Кто-то ходить может тут? Первый этаж рабочий. А, первый этаж рабочий, так что тихонько идем. Хотя тут не похоже, что тут кто-то работает. Ух ты, оно очень скользкое, реально. Я не знаю, что это, ребята, но это очень скользко. Смотрите, вот. Как по льду, реально как по льду. Так, а здесь, ребята, вот такая лифтовая шахта. Кто-то выломал дверь лифта. Я фонарик с собой не брал, потому что завтыкал взять. Он в машине остался, не хочется уже возвращаться. Но большинство комнат здесь вот такие светлые. Так что я думаю, что он нам, в принципе, не пригодится. Смотрите, куча всего, что было в этом кабинете сейчас лежит в таком разрушенном виде. Кто знает, ребята, что это такое? Наверное, дети нулевых уже не совсем. Ну, не все, наверное, знают, что это. Вот какие-то пленки. Куча комнат. Непонятно, что где было, но ты понимаешь, какой-то кабинет был. Как и, в принципе, большинство комнат здесь. Артем Иванович говорит, что здесь где-то была какая-то комната, типа лаборатория. И там должно быть, по идее, как интересно. Кучу бумаги разли. Ладно, пошли лабораторию искать. Это не лаборатория? Нет, пошли. Вот реально, ребят, чтоб не шум с дороги, которая вот совсем рядом тут находится. Давайте я вам покажу. Там машины ездят. Чтоб не этот шум, было бы такое ощущение, что мы где-то в Припяти находимся. Все такое, как бы, полуразрушенное, заброшенное, никому не нужное. Ну что, ребята, мы уже осмотрели первый этаж. Лабораторию никакую не нашли. И поднимаемся на следующий этаж в поисках лаборатории. Вот, ребята, это здание заброшенное. Здесь, ну, только на первом этаже кто-то есть. Но мы сейчас находимся где-то на третьем или на четвертом. Я не помню точно. И давайте сделаем тишину, послушаем. Какой-то такой странный угол, как будто вытяжка работает. В одной комнате нашли такие вот плакаты, смотрите, как здесь раньше все было. Вот какие-то люди, люди. Он благоустрит территории заводу турбота кожного. О, смотрите, сколько людей здесь реально было много. 1 мая 77-го года. Коллектив завода на праздничной демонстрации. Сейчас это все выглядит вот так вот. Вон, кстати, еще какая-то такая типа стен газета или как это назвать. Тоже какие-то фотографии. Родянская житомарщина. Когда-то такая газета была. А вон там мы залазили. Кстати, думаю, мы потом сможем перебраться на вот эту крышу. Хотя там интересного вроде как ничего нет. Вот, ребята, на вот этом этаже лифтовая шахта полностью открыта. Кто-то вырвал двери. Я не знаю, украл их или туда столкнул вниз. Вот так она выглядит. Темно, ничего не видно. Ну и вверх еще. Как минимум я вижу 3 или 4 этажа. Кстати, ребята, рассыпан еще какой-то порошок. Тоже такими мелкими гранулами. Не знаю, что это. Артем предположил, что это марганцовка. Хотя вроде как не похоже, что это марганцовка. Если есть знатоки, то пишите, что это. Кстати, смотрите, хоп, хоп, перелаз на крышу. Я думаю, сейчас мы этого делать не будем. Мы потом вернемся сюда и обязательно залезем. А здесь, ребята, в этой комнате, я так понимаю, была лестница. Снизу теперь там какая-то мусорка. А здесь просто вырвали лестницы. Да, такая прикольная картина. Так, пошли искать лабораторию. Мы сюда пришли ради лаборатории. Все выше и выше. Еще ребята, они даже выше поднялись. Смотрите, сколько здесь дров. Вот кто-то очень аккуратно это поскладировал, наверное. Приметил уже, чтобы выносить. Даже гвоздики загибали. Чтобы когда нести будет, не уколоться. Так, а мы все дальше ищем лабораторию. Кстати, тоже очень много мебели. Не уверен, что она вся здесь даже была. Возможно, из других кабинетов посносили. Мы, ребята, походу, нашли комнату, где скрывался Пабло Эскобар. В общем, это, походу, была его комната. Тут остались еще следы от Пабло. Он там он пил. Короче, здесь он развлекался. Отдыхал. У нас, смотрите, какой набор высоты уже пошел. Практически на крыше. Мы увидели современное слово. Смотрите, маркетинг. Походу. Из-за этого отдела весь завод сейчас в таком состоянии. Кстати, ребята, вы иногда пишите, почему так редко выходят видосы. Потому что я не хотел бы постоянно снимать какие-то такие заброшки. Потому как, ну, я считаю, что они не очень интересные. Они все плюс-минус, знаете, какие-то одинаковые. Я хотел бы посещать какие-то уникальные, классные места. Какие-то, возможно, там бывшие военные объекты, подземелья, еще что-то крутое. И я хочу обратиться к вам с такой небольшой просьбой. Пишите мне в комментарии, либо еще куда-то пишите. В инстаграме, в директ можете написать крутые какие-то мистики, куда бы вы хотели, чтобы я посетил. Только не нужно писать там, вот у нас есть там вышка, короче. Потому что руфинг банит YouTube. Я поударял очень много старых своих видео. Спрашивают еще, когда будет руфинг. Руфинг, возможно, уже никогда не будет. Потому что в правилах YouTube сейчас слово руфинг прописано желтым по белому. Если не ошибаюсь, да, желтым по белому. Поэтому руфинга не будет. Не надо мне присылать какие-то вышки, особенно 30-метровые. Или вот заброшки какие-то небольшие, маленькие. Ну, это, конечно, не очень маленькая заброшка. Но она, ну, как бы ничего здесь уникального нет. Мне хотелось посещать какие-то реально крутые места. Я готов ехать куда-то далеко. Ну, может, не очень далеко. Но там в пределах Европы где-то. Может, Россия, если не очень далеко. Там пару тысяч километров даже готов проделать ради видоса. Потому что в последний год я, наверное, большинство видосов снимал не дома. Я постоянно куда-то ездил. Мне там нужно было где-то день ехать в одну сторону. Потом там день снимаешь, день едешь обратно. Потом монтируешь. И вот такой ценой мне доставались эти ролики. И это еще не самое сложное. Самое сложное это реально искать какие-то крутые места. Поэтому, ребят, если вы мне поможете искать крутые места, на моем канале будут чаще выходить какие-то крутые ролики. Ну, и руфинга, ребята, не будет. Потому что это запрещено правилами YouTube. Возможно, какие-то поменьше каналы могут снимать руфинг. Но им меньше внимания уделяется YouTube, нежели мне. Но я не хотел бы снимать, потому что у меня уже были страйки в прошлом году за руфинговские ролики, которые я даже загружал очень давно. И поэтому мне пришлось удалить множество моих старых роликов. Возможно, какой-то лайтовый руфинг если снимать, то ничего страшного не будет происходить. Но я не хотел бы рисковать, потому что я не хочу потерять свой канал. Может, помните видос? Где чувак упал с южного моста? Он, кстати, один из, наверное, самых просматриваемых роликов на моем канале был. И спустя 3 года после загрузки этого ролика мне пришел страйк. Ну, я как бы решил, что вдруг мне завтра еще придут там пару страйков, и я все жесткие ролики поудалял. Вот такие вот дела. Так что с руфингом, ребята, поняли борода. Не пишите мне больше про руфинг, потому что, ну, не на этой платформе. На этой платформе нельзя. Пишите мне лучше какие-то крутые-крутые места для сталка. А вот мы, ребята, поднялись уже достаточно высоко, чтобы я вам показал демонтированную лестницу. Ну, кстати, да, можно еще выше подняться. Здесь можно посмотреть, как устроен сверху лифт. Вот, кстати, он отчасти выехал сюда. Вот тут такие тросы. И, я так понимаю, где-то за вот этой плитой находится двигатель. Если его еще не сперли. Есть, да? Ну, я надеюсь, мы сейчас еще и двигатель увидим, который поднимает лифт. Так, ребята, это, конечно, не суперхороший поступок, но это рано или поздно все равно случится, лишь бы не рухнуло полздания. Ребята, вот это ноу-хау, знаете, для чего? Если присмотреться вот так, то видно, что стена уже вот так чуть-чуть сюда ложится. Здесь реально может быть опасно находиться. Кстати, вон, да, стена чуть-чуть оторвалась. Это, в принципе, не несущая стена. Да, кстати, вот она треснула, смотрите. Это не несущая стена. Я думаю, что это здание как карточный домик сложится, если она упадет. Но я вам скажу, блин, стрёмно теперь тут сходить. Давайте пройдем этот коридор побыстрее. Это мы, кстати, уже на последнем этаже, если не ошибаюсь. Смотрите, ребята, какой толщины провод. Его еще никто не украл, хотя доступ сюда очень легкий. Кстати, здесь какой-то щиток работает. Как он гудит, страшно. Осторожно. Я думаю, только мне ударит из себя кофту, я так возьму. Етишкин корень. Давайте отсюда уходить, потому что если нас сейчас тут будут паковать, хрен докажешь, что мы ничего воровать не пришли. Я просто от всех вот этих таких штук дрюк очень далекий, ребята. Напишите в комментарии, что там находится. Там как будто, блин, ну какие-то провода к каким-то штукам, дрюкам подходят. Вряд ли это электрощитовая, как будто типа какой-то мини-сервер чей-то или что стоит. Иван Ильич нашел какую-то книжку. Ликвидация последствий радиоактивного заражения. Чего-чего, реально? Да, ликвидация последствий радиоактивного заражения. Ух ты. Заговорил мы, как в Чернобыле тут. Так, а это лифт был или где? Где лифт? Иван Ильич, а где лифт? Вот. Где? Объект, пидохороную. СКБ, Сатурн 2000, МВС Украины. Короче, мы туда идти не будем, потому что, ну его нафиг. Можно проверить, что лифт не работает. Да, отлично. Отлично, давайте вот так сделаем. Все, лифт не работает. Лифт все-таки, наверное, здесь, потому что, по логике, лифтовая шахта вот здесь. Соответственно, мотор тоже тут, и он там, походу, охраняется. Что, пошлите, короче, ребята, вниз искать лабораторию. Потому что мы зашли сразу на второй или третий этаж, обошли все этажи. Лабу не нашли, поэтому, наверное, она ниже все-таки. Итак, ребята, мы спустились на второй этаж. Вот, кстати, спортзал. Вот окно, через которое мы залазили. Кстати, приехал какой-то трактор. Слышу, какая-то техника работает, вон. Не буду сам высовываться туда. Ну, когда будем вылазить, в принципе, пофиг. Просто сейчас не хотелось бы, чтобы нас палили раньше времени. Вообще, как бы, я тут не боюсь при немалого, но ни капельки. Хотя, мало ли какие тут могут быть неадекватные охранники. Да, здесь уже чувствуется запах химикатов. Кстати, что из-за коробки? Давайте почитаем, что на них написано. Здесь, как-то, тогда уже какие-то колбочки. Что это такое? Стандарт титр. Давайте вскроем. Они еще целые. Посмотрим, что это. Ампулы. Ампулы, да, я понял. Просто посмотрю их, потом почитаю, что это. Да, это, короче, такие ампулы с песком. Кстати, в Чернобыле такие же самые я видел. Как будто сахар какой-то внутри кристаллизированный. Так, химики, давайте, пишите в комментариях, что это такое. Н, О, 2, 5, 2, О, 3, 5, H, 2, О. Натрий серноватистокислый. Надеюсь, что эта штука не отравленная. Хотя бы имела бы она какую-то станность, это все давно уже бы своровали. А так, я думаю, ну нафиг, никому не нужно. Ну, если нужно, короче, вы знаете, где это лежит, но знаете, воровать это плохо. Но-но-но. Так, идем лабу искать. Я так чувствую, что это какой-то этаж химиков уже был. Даже реально по запаху чувствуется, ребята, что какой-то химией воняет. А вот это, кстати, та же самая лаба, про которую ты говорил, да? А? Я представлял ее себе немножко иначе. Я представлял, что тут много всяких банок, склянок, пробирок. А здесь много мебели. Да, давайте обойдем, чтобы не шуметь. Я хочу, подожди, я хочу вот эту пробирку подержать в руках. Смотрите, какая прикольная пробирка. На товары с секшопа какие-то похожи. Я, кстати, ожидал от этой лаборатории немножко чего-то большего. Кстати, да, здесь, походу, реально какой-то химический этаж. Здесь тоже какие-то банки-склянки. Давайте зайдем сюда уже, посмотрим вблизи. Я надеюсь, сейчас чужой оттуда не выскочит. Не, не выскочил чужой. Кстати, это как мини-бонх какой-то получается. Смотри, реально как бонх. Я что-то похожее видел в сериале, во все тяжкие. Они там, короче, туда какие-то кристаллики насыпали, поджигали. Давай на мячах подеремся. Только давай так, чтобы не сломать их. Дышь. 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 Хотел бы себе иметь керамические трубы. Знаете, у меня есть такая штука внутри. Я все хочу иметь, короче. Но вот если по факту разобраться, зачем мне керамическая труба? Но я хотел бы себе такую иметь. Не знаю, зачем. Странный я человек. Все. Вот это уже точно лаба. Но здесь по-прежнему смотреть тоже нечего. Я ожидал, честно говоря, от этой лаборатории немножко большего. Но что можно ожидать от лаборатории, которая находится в заброшенном здании, доступ в которое есть, можно сказать, у любого школьника моего города. Поэтому ничего удивительного не вижу. Но тем не менее, ребят, попрошу вас поставить мне лайк. И напишите в комменты, а лучше в директ. И присылайте фотографии, координаты крутых местяков, куда бы вы хотели, чтобы я поехал. Тогда и вам будет интереснее смотреть мои видео, и мне будет интереснее ходить в какие-то места. И я буду чаще снимать видосы. Только реально не надо какие-то второсортненькие мистяки присылать. Присылайте что-то реально такое угодное-угодное. Так, а мы идем, ребята, на выход. Там на выходе уже я вам показывал, работает какой-то трактор. Я надеюсь, что там нам никто не сделает никакого замечания, и мы спокойно уйдем. Все, ребята, я на улице. Вон Иванович еще в окне торчит. Так, сейчас через тех двух дядек трактором надо пройти. Так, давай только это, не упади еще раз. Ну все. Успешно. Короче, ребят, мы успешно вышли. Все хорошо. Видео подходит к концу. Вернее, оно уже заканчивается. Повторюсь, спонсор данного видеоролика мой инстаграм. Мой инстаграм, ссылочка в описании. Подписывайтесь. Лайкайте фоточки. Я там, кстати, не часто что-то публикую, но вы все равно подписывайтесь. Мне будет очень приятно. Ну а с вами был Сергей Трейсер. Всем, ребята, до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.